приветствую вас друзья на моем канале с вами тарас березовец и мы видим финальная новость для кого-то радостная для кого-то печальная из сша пришла новость о том что коллегия выборщиков сша официально подтвердила победу на выборах кандидата от демократов джо байдена в конечном итоге выборы которые завершились когда в европе была ночь они зафиксировали победу джо байдена с результатом 306 голосов выборщиков против 232 у трампа напомню ровно такое количество голосов выборщиков 306 2016 году получил дональд трамп который тогда победил как раз таки кандидата в демократической партии хиллари клинтон по большому счету мало кто сомневался что выборы которые прошли 3 ноября будут подтверждены согласно американской конституции напомню там не прямые выборы голосуют избирателей штатов не за президентов голосуют за конкретных выборщиков и уже они потом в результате двоступенчатой системы голосования поддерживают того или иного кандидата случаев когда выборщики отходили от изначально выбора иными словами голосовали не за того кандидатом в американской истории было не так много за весь двадцатый век всего 15 раз выборщик отступали от этого правила при этом большинство практически половина 7 случилось как раз таки в 2016 году во время скандальных выборов между трампом и хиллари клинтон в этот раз все выборщики все сто процентов проголосовали согласно тому как голосовали американские избиратели во всех штатах последним традиционно проголосовали выборщики штата гонолова последние четыре отдали но и без этого после того когда проголосовали выборщики калифорнии это самое большое количество выборщиков 55 так называемый электро электро колледж коллеги выборщиков стало всем очевидно что следующим президентом сша 46 им становится как раз таки джо байден что будет происходить сегодня есть большие опасения относительно того что дональд трамп во первых продолжит не признавать результаты победы своего оппонента это уже происходит и более того трамп может прибегнуть ряду юридических ухищрений для того чтобы самому избежать ответственности за те преступления которые ему инкриминирует американская фемида речь идет в частности о том что напротив президента его окружение ближайших советников возбуждены ряд уголовных дел которые касаются в первую очередь превышение власти не упоминая у нескольких десятка гражданских исков которые поданы против него в основном американками по статьям сексуальное домогательство либо даже попытки изнасилования в таком случае у действующего президента есть возможность уйти от ответственности это не касается гражданских исков это касается еще раз повторю в первую очередь обвинений на посту президента уйти от ответственности путем помилования так все время избежал ответственности президент республиканец никсон после известного огромнейшего скандала потрясшего америку и до сих пор являющийся главным политическим скандалом американской истории так называемый watergate когда осуществлялась попытка прослушки штата штаба демократов за это против него была начата процедура импичмента он не дожидаясь ее ушел и в результате никсон мог даже бы сесть в тюрьму но его в этом случае наследник на посту президент форд тоже республиканец помиловал никсон и таким образом в тюрьму никсон не попал такая возможность есть у трампа и американские политические аналитики считают что там попытаться этой возможностью воспользоваться есть два пути первый путь это помиловать самому себя но американские юристы сейчас спорят относительно того может ли глава государства выписать помилование самому себе с одной стороны ну трампа все это совершенно новая общего существует американской истории этого никогда не было до этого и наверное никогда не будет после него никто не мог догадаться том же президент может помиловать сам себя на 2 стороны это не запрещено прямо американской конституции не запрещено американскими законами и он может попытаться во-первых а помиловать сам себя ибо второй вариант более экстремальной о котором говорят сегодня американские юристы заключается в том что трамп может досрочно уйти в отставку да такая возможность у него есть он может написать просто заявление об отставке и сделайте на про там за 5 за 10 дней до истечения полномочий которые напомню истекают 20 января 2021 года и тогда на это время там на 10 дней на неделю президентом формально станет нынешним если президент майк пенс и он уже в свою очередь как президент сша принеся присягу на библии он после этого получит право помиловать трампа и его ближайших советников соратников и членов семьи вот такой нюанс но это совершенно конечно не укладывается в голову как такое может произойти но мы имеем дело с трапом напомню этот человек который поломал и продолжает ломать все американские исторические политические традиции который все ставят ног ног на голову и который заявляет о том что он собирается баллотироваться вновь на следующих президентских выборах которые пройдут напомню через четыре года 2024 году трамп получил феноменальную поддержку на этих выборах максимальное количество голосов избирателей которая когда-либо получали кандидаты от республиканцев проиграл он тусит на немного байдену порядка семи миллионов голосов это много там скажем для европейских стран но для сша с населением под 400 миллионов это не такая уже большая цифра 7 миллионов бывали случаи когда проигрывали намного меньше конечно разрыв был как все время между джорджем буша младшим и альбертом гором он там составлял вообще-то меньше миллиона или с той же хиллари клинтон когда выиграл трамп он составил там порядка двух полном с половиной миллионов но ничего невозможного нет это что кажется сегодня фантастикой то есть после поражения все считают что трамп уйдет и как бы на этом конец истории но мы имеем дело с трампом человеком который ломает напоминаю все традиции всевозможные его физическое здоровье состоянием однозначно позволят баллотироваться через четыре года и для многих республиканцев он оставили остается президентом у которого украли победу многие сторонники республиканцев и трампа убеждены в том что он действительно эти выборы выиграл и демократы все нам ухлевали они сделали все для того чтобы эти выборы сфальсифицировать это звучит возможно дико поскольку 80 исков которые были поданы юридической командой трампа были отклонены все один за другим и он тем не менее продолжает упираться более того опять же беспрецедентное произошло стивен миллер один из советников это старший советник трампа напомнил о том что американские республиканская партия провела альтернативное голосование выборщиков своих которые полосовали за трампа то что они сделали то есть в тех штатах где победил байден есть выборщики республиканцев и выборщики демократов демократ официально проголосовали отдали голоса в официальном голосование а по сути республиканцы провели свое параллельное голосование параллельные и результаты голосования этих выборщиков они точно также направлены в конгресс и вот следующее место битвы трампа и байдена это уже конгресс где состоится ну условно говоря беспрецедентное событие 6 января 2021 года конгресс теперь должен утвердить результаты голосования коллеги выборщиков они должны зафиксировать тот результат который был отдан за байдена за трампа то есть 306 голосов за байдена 232 за трампа напомню в палате представителей конгресса большинство у демократов проблем не будет но он тем не менее сторонники трампа будут пытаться и здесь ставить палки в колеса него избранному президенту об этом заявил уже конгрессмена то республиканцев брукс который заявил что мы сейчас будем пытаться всячески эту процедуру остановить но еще раз повторить юридические физические шансы у них на это нет потому что республиканцев меньшинство в палате представителей в отличие от сената где больше как раз таки республиканцев но это все условно говоря делают американскую демократию еще более хрупкой еще более неустойчивый несмотря на это поражение трамп официально уже заявил что он не собирается принимать участие в инаугурации байдена а это многолетняя многовековая традиция президент которая проигрывает или кандидат который проигрывает он идет на инаугурацию своего оппонента соперника это опять же нигде не записано не это не является обязательством президента но так принято то есть прийти зафиксировать что вот выборы завершились пожар друг другу руки и здесь трамп не собирается следовать этой многовековой традиции он собирается улететь на вертолете прямо с лужайки белого дома 20 января в день инаугурации байдена собираются улететь на медиан своих сторонников в техасе где он объявят скорее всего как ожидается своем выдвижении на выборах 2024 года то есть вся эта ситуация повторится вновь и самое большое опасение которое существовали у американских экспертов политиков в отношении того что могут вспыхнуть серьезные противостояния вплоть до вооруженных стычек между сторонниками байдена и трампа к счастью не оправдались хотя история с погромами история с black lives matter она не окончена безусловно и америка продолжает оставаться очень нестабильной в результате экономического кризиса в результате политического кризиса и америка разделена как никогда сегодня градус ненависти между сторонниками демократов и республиканцев стал еще выше даже чем он был и тысячи шестнадцатом году это все дает много шансов врагам америки воспользоваться всей ситуацией понятно что ослабленная штат ослабленная америка будут меньше иметь возможностей уделять внимание проблемным регионам там где требуется их присутствие их внимание это иран перочек это россия безусловно это китай это в конце концов северная корея и другие нестабильные регионы на карте мира посмотрим как байдена удастся со всем этим справиться у него будет очень сложная на самом деле время еще до конца непонятно сможет ли он получить большинство в сенате он очень на это сильно рассчитывает но байдену придется точно также заниматься активно вмешиваться в решение и украинского вопроса который напомню байден курировал лично в администрации обама и украину он знает как никто сегодня среди американской политической верхушки кстати здесь будет очень показательный момент кого белый дом пригласит на инаугурацию из украины из украинских руководителей на 20 января будет ли в этом списке персонажи из окружения президента зеленской из большие сомнения что они туда попадут а попасть они могут как раз таки в санкционные списки поскольку байден однозначно не забыл и не простил тех людей которые пытались создать ему проблемы вставить палки в колеса и создать временно следственную комиссию верховной рады по расследованию его деятельности его сына хантера байдена в украине вот такие дела но это уже будет чуть позже начинать это с апреля 21 года когда он сформирует свою новую президентскую администрацию а пока спасибо вам что смотрите очень активно подписывайтесь чем больше лайков и комментариев оставите под этим видео тем больше людей смогут посмотреть и узнать правду о происходящем в украине и в мире подписывайтесь на все мои аккаунты линки на них вы найдете под этим видео с вами был тарас березовец и до новых встреч друзья пока